православном календаре мы с вами очень часто встречаем такое такие дни которые обозначены родительскими субботами так вот что это такое святая матерь церковь выделяет 9 особых дней в году когда каждый православный христианин может прийти в храм или должен прийти в храм и помянуть вспомнить помолиться о своих усопших родственниках вот очень почему назначить такой вопрос почему называть родительскими родительскими называется потому что от слова родители наши с вами предки без которых мы с вами не получили бы начал нашей с вами жизни и поэтому вспоминая их наших усопших родителей мы с вами приходим в храмы и в эти дни начинаем вместе со святой матерью церковью сугубо молиться о прощении грехов наших с вами почивших предков и вот когда человек приходит в храм посещает причем за упокойное богослужение оно может быть простас это обычно накануне вечером за упокойной литургии а после нее служится панихида и вот когда человек стоит на службе вспоминает не только своих усопших родственников но и всех православных христиан и есть в православном календаре мы с вами видим два еще так особых дня называются они вселенские родительские субботы вселенские родительские субботы празднуются или оправляя отправляются своей матерью церковью это накануне за неделю до великого поста что мы скоро с вами как раз и будем совершать вместе и накануне празднования святой троицы вот это два дня сугубого особого моления когда матерь церковь во всей своей полноте просит господа бога о прощении всех усопших православных христиан возносит свои молитвы за каждую усопшую душу и поэтому особенно в эти дни каждый православный человек должен быть за этим богослужением и есть еще несколько дней которые называют просто родительские субботы это 2 3 4 суббота великого поста 11 сентября это родительская суббота когда мы установленная в честь памяти воинов которые положили свою душу во время русско-турецкой войны есть родительская суббота которая отмечается совершается за в субботу перед празднованием дня великого мученика дмитрия солунского это она была установлена дмитрием донским когда он возвращался с куликового поля после битвы который мы знаем сначала которое было положено как раз освобождение святой руси от татар монгольских захватчиков он заехал троицкую сергиевскую лавру к своему духовнику преподобному отцу сергию и был на заупокойном богослужении и вот этот вот обычай стал совершаться ежегодно в эту субботу и 9 мая когда все мы с вами вспоминаем всех воинов которые положили свою душу за наш с вами отечество и за нас с вами во время год во время великой отечественной войны